Здравствуйте! Это тема дня. В этой студии с экспертами мы обсуждаем события, новости из жизни региона. Завтра в России отметят День археолога. Каждый год на Кубани находят новые артефакты. Древнегреческая цитадель, клад серебряными монетами, античная арфа, древний якорь. Вот лишь малая часть находок последнего времени. Кубань называют раем для археологов. Одно из популярных мест – Таманский полуостров. В Нагоре, самый большой на территории Краснодарского края, один из самых больших в России памятников античной эпохи. Изучено лишь несколько процентов территории этого древнего города. Экспедиции там работают каждый сезон. На днях там удивили новой сенсации. Впервые в крае нашли монеты последнего крымского хана – Шахина Гирая. Деньги этого периода считаются очень редкими. Впрочем, не только местность Тимрюкского района изучают скурпулезные археологи. Работы ведутся еще в Анапе, в станице Новотитровской. Подробнее об этом мы поговорим в этом блоке программы. Насколько исторические находки интересны не только тем, кто их поднял из многовековых слоев земли, но и туристам, которые только слышали об артефактах. На связи с нами по телефону Владимир Кузнецов, руководитель Фоногорийской археологической экспедиции Российской Академии Наук. Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Здравствуйте. Ну, монеты, конечно, наделали много шума. Монеты хана их называют редкими. Почему? Давайте разбираться. В чем их ценность? Ну, во-первых, она не такая редкая вообще в принципе в Крыму, а нередкие у нас на Тамани, на Кубани. Одна эта... у нас здесь, по-моему, это единственная монета такого рода. И она просто хороша тем, что она показывает нам, открывает страничку истории присоединения Крыма к России. Потому что этот последний крымский хан, у него очень такая сложная, интересная судьба была. И в какой-то момент он здесь оказался. И, видимо, вот войска, которые участвовали во всех этих операциях, они... кто-то из них обронил эту монетку вот у нас здесь, вот по дороге в Крым. Вот этим она и интересна. Потому что монеты сами по себе ценны не качеством металла, а именно истории, которые с ними связаны. Ну, будем надеяться, что кто-нибудь еще что-нибудь дообронил в этой местности. И у вас еще будет над чем работать. И работа продолжается. Что сейчас реставрируют в Фунагории и готовы в ближайшее время, может быть, выставить на обозрение? Ну, у нас очень много находок. У нас большая экспедиция. И мы находим, если говорить о монетах, большое количество монет и кладов. Это все у нас есть. Есть уникальные клады. Есть монеты очень редкие. Есть монеты разных... из разных металлов чеканиных. Но помимо этого, помимо монет, у нас огромное количество других находок. Мы сейчас довольно активно работаем в сфере туризма. У нас здесь, как вы знаете, единственный на Кубани музей федерального статуса. Поэтому к нам приходит значительное количество интересующихся в истории края и вообще юга России людей, которые проезжают в Тавриде, в Крым едут, они видят нас, они приезжают к нам, мы проводим экскурсии. Поэтому у нас очень активная жизнь, связанная с показом тех древностей, которыми так богата, как вы сказали, кубанская земля. Владимир Владимирович, ну прежде чем вот найденная даже монета последняя попадет в экспозицию, сколько времени пройдет и могут ли туристы наблюдать за тем, как идет процесс чистки, реставрации, восстановления, может быть? Ведь это же очень интересно. Это интересно, конечно. Конечно, это очень интересно, очень любопытно. Но, вы знаете, участие даже глазами в этой работе недопустимо. Это то же самое, что вы придете в кабинет к врачу, и вам будет интересно посмотреть, как он лечит зубы. Нет, мы для этого делаем какие-то ролики, фильмы снимаем с тем, чтобы все могли видеть какой-то трудоемкий и сложный процесс. И, ну, собственно, участие людей в этом процессе, конечно, недопустимо, потому что это все-таки артефакты очень часто ценные. Но мы всячески пропагандируем нашу деятельность через видеоролики и короткие фильмы. Хорошо. Если за реставрацией наблюдать не стоит, я тут с вами, в принципе, согласна, тогда куда пускают туристов в Анагария, куда можно заходить и что увидеть? На раскоп можно зайти? Да. Проблема в том, что до сих пор еще не начато строительство собственного здания, музея. И мы базируемся в научном центре Академии наук на окраине поселка Семного. И у нас есть раскопы, два больших раскопа на территории города, большой раскоп на территории Некрополя. И, конечно же, у нас оборудована стоянка для автомобилей и автобусов. Люди, которые приезжают на транспорте, они имеют возможность пройти на место раскопок, посмотреть все это, квалифицированные с высшим образованием экскурсоводы показывают, это все рассказывают. У нас есть павильон на месте раскопок, в котором выставлены образцы того, чего мы находим, разнообразные баннеры, плакаты и так далее. То есть, в принципе, столы, на которых это все можно посмотреть, это все, конечно, есть. И работа, собственно, которую мы производим археологи во время раскопок, это все можно наблюдать в процессе. Наблюдать можно. Я по долгу службы даже сама видела, как это происходит. Была она в этом городе. И надо сказать, что это очень тяжелый труд. А допускаете ли вы возможность, что кто-то из туристов присоединится к вам? Нет, конечно. Конечно, это невозможно, потому что нужно работу выполнять квалифицированно. Набираются заранее по установленной форме люди. Если это волонтеры, они должны пройти проверку. Если это местные рабочие, которых мы нанимаем, то они, как правило, имеют большой опыт. Но туристам, конечно, это невозможно. Спасибо. Ну, конечно, с наступающим праздником вас поздравляю. С нами на связи был Владимир Кузнецов, руководитель Фоногорийской археологической экспедиции Российской академии наук. Но, как мы уже сказали, на Кубани благодатная почва, в буквальном смысле для раскопок. Искателям много чего удается находить. И все эти артефакты выставляют на всеобщее обозрение посетителей, в том числе в музее имени Фелицина. У нас в студии Юрий Зеленский, заведующий отделом археологических фондов Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Фелицина. Юрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Экспедиция музея имени Фелицина на каких территориях края сейчас работает вовсю? Ну, дело в том, что у нас сейчас, к сожалению, сложилась такая практика, что только одна экспедиция в музее работает. Но, тем не менее, она продолжает свою работу. И вот буквально в понедельник она выйдет на раскопки курганов в районе станицы Новотитровской. Вообще сейчас там идет большое строительство, там идет прокладка дороги, объездной дороги вокруг Краснодара. Поэтому там нужно раскопать все памятники, которые попадают в зону этого строительства. Большинство из них – это курганные насыпи разных времен, разных народов, начиная от эпохи Бронзы и заканчивая эпохой позднего Средневековья. Работы идут очень интенсивные, там работают множество экспедиций, вот в том числе экспедиция нашего музея тоже будет работать. Мы не знаем пока, что нас ждет, потому что там может быть, я говорю, все что угодно. Ну какие варианты, что хотелось бы найти там? И что возможно найти там? Естественно, там будут многочисленные погребения, начиная, как я уже сказал, от эпохи Бронзы, связанная с культурой племен Кубани в эту интересную эпоху. А это всегда очень, так сказать, интересно. Ну и кроме того, там будут наверняка, надеюсь, что будут впускные погребения эпохи железа, сарматские погребения, погребения кочевников, сарматов. Может быть, будут средневековые половецкие погребения, очень надеюсь, так сказать, потому что я занимаюсь этой темой. И, наверное, очень, может быть, будут погребения позднего средневековья, мусульманские погребения, нагайцев, которые кочевали здесь в 17-18 веках. То есть я правильно поняла, что вы перечислили ожидаемые находки и как раз то, чего не хватало бы в экспозициях музея Фелицина сейчас? Ну да. Да? Чем сейчас может похвастаться музей и чем удивляет тех, кто приходит смотреть на это? Ну, дело в том, что наш музей может и сейчас похвастаться большой очень коллекцией археологических предметов. У нас более 200 тысяч экспонатов, связанных с археологией, отражающие различные периоды древней истории Кубани. И, кроме того, у нас отдельно выделена нумизматическая коллекция. Она так и идет по категории нумизматика, но внутри нее достаточно много древних монет. И там есть и монеты Баспорского царства, там есть монеты того же Крымского ханства. То есть вас находка Фанагария не удивила? Не удивила, потому что у нас есть монеты Крымского ханства, есть золотоордынские монеты, есть достаточно большое количество византийских монет, которые, так сказать, являются достаточно интересными для людей. Ну и кроме того, у нас, собственно говоря, еще есть золотые украшения, которые тоже входят в отдельную категорию. И женские, да, и тоже разнообразные эпохи. Ну что, например, какие эпохи? Это в основном эпоха раннего железа, скифский и сарматский период, здесь и гривны шейные украшения, здесь и браслеты, здесь и серьги. То есть категория достаточно разнообразная. Встречаются и средневековые. Но преимущественно золото? Золото, в основном золото, реже серебро. На какой территории это найдено? Если можно это выделить, или это как-то сложно определить? Ну, здесь можно выделить, потому что эти предметы были найдены на всей территории Краснодарского края. Раскопки здесь велись всегда. Они начали здесь еще вестись в 19 веке. Но, к сожалению, тогда эти предметы, найденные здесь, они поступали в Эрмитаж, в Государственный исторический музей и не оставались здесь. Ну, вот уже где-то, начиная с 60-х, 70-х годов 20 века, все предметы, в основном все предметы, которые были найдены на территории Краснодарского края, они поступают к нам в музей. Юрий Викторович, продолжим с вами разговор через небольшую рекламу. На этой теме дня мы продолжаем разговор об археологических маршрутах. У нас в гостях Юрий Зеленский. Юрий Викторович, ну, рассказывали так интересно про золотые украшения. Безусловно, женщин, туристов, приезжающих из других регионов, это должно остановить возле экспозиции. А мужчины на что обращают внимание? Ну, мужчины тоже разные смотрятся. Ну, многих интересует древнее оружие. У нас тоже очень большая коллекция. Они интересуются, так сказать, откуда поступили, из каких районов Краснодарского края, каким народом это принадлежало. Большое внимание, как и мужчин, кстати, так и женщин, привлекает большая коллекция амфор античных, которые у нас есть в музее. И они тоже с интересом осматривают эти, так сказать, сосуды. А музею важно? Ну, вот есть какая-то обратная связь? Из каких регионов приезжают посетители? Конечно, мы всегда интересуемся. Вот у нас посетители индивидуальные, которые приходят вне группы, они сами иногда представляются, с какого региона они приехали. Ну, мы стараемся спрашивать, чтобы узнать географию, так сказать. И вот из разных совершенно регионов, ну, достаточно много, например, приезжают из Санкт-Петербурга, москвичи часто ходят. Ну, а так попадаются совершенно из разных регионов. И Курская область, и Воронежская область, и Сибирь, и Урал, так сказать. Ну, что питерцы и москвичи говорят, прослушав экскурсию, увидев все это многообразие, ну, нельзя уйти без эмоций оттуда. Да, эмоции, конечно, переполняют людей, они всегда хвалят, так сказать, нашу экспозицию, оставляют очень часто положительные отзывы в книгах. Иногда даже некогда бывали случаи, что приходили люди несколько раз. Возвращались? Да, приводили знакомых, родственников. А на какую экспозицию, интересно? Вот, например, очень пользуется археологическая экспозиция, выставка «Древнее прошлое Кубани». Она пользуется очень большим спросом. Но, наверное, чем древнее, тем интереснее. У приезжих, потому что они хотят, конечно, узнать самую древнюю историю Кубани, узнать, начинают делиться с нами рассказами о своих регионах, о древностях, так сказать, своих регионах. Вы несколько экспозиций уже назвали, но на ваш взгляд, как представитель музея, что самую большую историческую ценность представляет, какой артефакт, найденный на территории Краснодарского края, о чем с удовольствием вы рассказываете отдыхающим? Ну, тут, конечно, трудно сказать, потому что... Выделить сложно, да? Да, для одного интересно одно, для другого интересно другое. Вы как профессионал что скажете, вот как ваше экспертное мнение, что все-таки ценность представляет? Например, у нас есть несколько стеклянных сосудов античной эпохи, которые были найдены в поселке Мизмай, недалеко от Краснодара, так сказать. Они всегда вызывают интерес у посетителей. Это можно уже говорить о цветном стекле? Цветное стекло, да? Да. Причем, ну, многие даже нам не верят, что это такое древнее стекло. Говорят, что это более позднее, что это чуть ли не подделка. Обвиняют нас, так сказать, в подделке, так сказать. Тут всегда это удивляет. А что может, кстати, музей ответить на такие вопросы от туристов? Как доказать, что это действительно найдено на Кубани? Нет, ну, нет. То, что оно, ну, в принципе, этот. В основном народ, конечно, верит, и они удивлены техникой. Настолько качественные артефакты у нас. Техникой, так сказать, древнего населения Кубани. Ну, давайте перейдем еще к одному очень интересному месту. Анапа, единственный в России музей-раскоп под открытым небом. Горгипия с нами на телефонной связи. Сергею Всюкову сейчас передадим слово. Научный сотрудник Анапского археологического музея Горгипия. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде поздравляю вас с профессиональным праздником, который вы отметите завтра. Какой интерес проявляют посетители музея к раскопкам кварталов античного города Горгипия и предметам, найденным там? Наш музей, он один из немногих в крае, который имеет статус археологического. И основной, самый главный, можно так сказать, экспонат нашего музея – это раскоп под открытым небом. Открыты кварталы античного полюса. И в наш музей в течение года приходят более 100 тысяч посетителей. И вот сейчас, даже после пандемии, карантина, в наш музей приходит большое количество людей. Собираются экскурсии. У нас в день проводятся пять экскурсий. Работают постоянные экспозиции и выставки, посвященные археологии. И в том числе и временные фондовые выставки, на которых мы показываем экспонаты, которые ранее были скрыты от глаз посетителей из фондов нашего музея. Проводятся онлайн-мероприятия, так же, как и в период карантина. То есть, в общем, можно так сказать, работа кипит в музее. Не останавливает. Сергей, насколько я знаю, по-моему, в день города Анапы, как раз в Горгипии проводят большие костюмированные праздники. И артисты одеваются в костюмы греческие той эпохи. Это сохраняется традиция? И что сейчас можно увидеть в Горгипии? Да, конечно, у нас проводятся театрализованные экскурсии. Когда мы принимаем гостей, которые двигаются по маршруту Золотого кольца Босфорского царства, наш музей, именно археологический заповедник Горгипии, является ключевым объектом этого туристического маршрута. Наших гостей встречает правитель Горгипии, Ниокол, в своих греческих одеждах. Проводит экскурсию от лица наместника города. Это очень интересно, и мы получаем много положительных отзывов. Сейчас в музее, вот, к примеру, завтра у нас в музее будет отмечаться День археолога. Для нас этот праздник очень важен, потому что я уже ранее говорил, что наш музей один из немногих, которые имеют статус археологического. К сожалению, в этом году основная часть наших мероприятий пройдет в онлайн-режиме. В своих социальных сетях 15 августа мы будем публиковать интересные статьи по истории археологии и исследованиях в Анапе. Старые фотографии с раскопок Горгипии из архивов музея. На нашем сайте и в соцсетях пройдут викторины на знания археологических терминов и фактов. Также в этот день наши плановые экскурсии, которые проходят у нас пять раз в день, будут заменены тематическими экскурсиями. И вот гости музея узнают о работе археологов, о истории археологических раскопок Горгипии. Также вот в этот день мы открываем новую фондовую выставку, называется она «История одного кургана». На этой выставке будут находки, представленные, которые поступили в музей в 2016 году. Старшкопок античного кургана у хутора Рады Лексимбург, Анапского района. Там будет представлена керамическая посуда, бронзовое и стеклянное украшение. Будет там оружие, наконечный стрел, коты. Сергей, спасибо, вынуждена вас прервать. Сергей Всюков, научный сотрудник Анапского археологического музея Горгипия, был с нами на телефонной связи. Юрий Викторович, ну вот Горгипия, это же ваш филиал, получается, да? Что еще можно исследовать там? Какие еще остались неисследованные места? Ну, я думаю, что остались, потому что всегда, как говорится, есть что копать. Но, кроме того, там вообще в окрестностях Анапы идут постоянно археологические раскопки, которые тоже могут, кстати, использоваться в туристическом показе, потому что туда могут приезжать туристы, смотреть их. Горгипия... Это в какой части Анапы, допустим, можно еще смотреть, копать? Ой, да там буквально во всех районах, так сказать, Анапы. Вообще Горгипия, конечно, уникальна в этом отношении, потому что здесь туристы могут действительно как бы окунуться в жизнь древнегреческого города, походить по древнегреческому городу. К сожалению, вот у нас нет больше такого подобного в крае. Он является, собственно говоря, к сожалению, единственным. А вы сейчас сами принимаете участие в экспедициях? Нет, сейчас... А хотелось бы? Ну, в принципе, хотелось бы. Ну, как бывших археологов же не бывает же, правильно? Вот у нас сейчас, да, к сожалению, только одна экспедиция в музее. Одно время было их достаточно много. Ну, потом вот, к сожалению, старые археологи стали уходить на покой, а вот молодежь как-то почему-то не стремится... Неактивно, да? Не стремится прийти в музей. Ну, я думаю, что, послушав вас, сейчас, наверное, будет активность повышенная. Спасибо. Юрий Зеленский, заведующий отделом археологических фондов Краснодарского музея Минифелицына, был у нас в гостях. Я вас поздравляю с предстоящим праздником. Скоро продолжим.